Елена Трепетова с литературным наследием Луи Бусинара познакомилась еще в детстве и была очарована тем, насколько легко и интересно были написаны его произведения. Кто бы мог подумать, что спустя годы она станет одним из лучших мировых исследователей творчества французского писателя? Полюбив Бусинара, я еще в школьном возрасте выучила французский язык самостоятельно. И впоследствии, спустя уже много лет, мне это помогло в работе над исследованием его творчества. Дело в том, что во Франции он забыт, поэтому ученые практически не обращались к его творчеству, поэтому в России он известен, и мне работать было легче, потому что практически все его книги были переведены. И много данных сейчас стало доступно онлайн. Специально для этого издания она написала большую статью Бусинар и Гвиана о поездке писателя в Южную Америку, которая предшествовала созданию романа. В статье содержится много новых данных, обнаруженных Еленой в ходе исследований жизни и творчества романиста. Я набрала очень много новой, интересной информации, которую использовала в статьях, которые вышли и в России, и за рубежом. Довольно большие. В том числе, например, я участвовала в подготовке уже третьей книги, вышедшей в заседании «Азбука». До этого книги выходили в 19-м и 19-м годах, сопровождавшиеся моими дополнительными материалами, посвященными его жизни и творчеству. Также Елена подготовила обширные комментарии, прежде всего, об упоминаемых в романе животных, растениях и местных племенах. Дополнительные материалы занимают в 800-страничном томе 93 страницы. Кроме того, Елена Трепетова приняла участие в подборе иллюстраций, каковых в книге 184 штуки. Это абсолютно уникальное издание гвианских робинзонов, доступно во всех интернет-магазинах. Елена Петрова, Алексей Кузьмин. Наши новости.